Существует, на мой взгляд, два основных типа художников. Один тип, который не может творить, это касается и писателей, и музыканта, и художника, не может творить в одиночестве. Он должен всегда быть среди людей в обществе и требовать непосредственной реакции общества на его творение. Это один тип художников. Как правило, эти художники в таком коммерческом плане гораздо более успешные, чем другие художники. Мы называем это тип Рубенса, предположим. И существует другой тип художников, который наоборот, и это касается, опять же, повторяю, писателей, но все это немножко по-разному в каждом виде искусства, другой тип художника, который должен творить вот в тишине и сам с собой, открывая себя и свое творчество только редким избранным, близким или друзьям, которые единомышленникам. Это тип, как мы говорим, Рембрандта. Хотя там не всегда бывает так уж одинаково на протяжении всей жизни каждого художника, и тем не менее. И тогда вот их путь гораздо более тернист, вот этот второй, гораздо более драматичен. Но история показывает, что они более глубоки, и в истории они более значимый след оставляют. Субтитры создавал DimaTorzok Музыка как вещь совершенно неуловимая и наиболее богатая по ассоциативному, по образному ряду. Вот она, пожалуй, и приложима к тому визуальному ряду, который я могу найти в работах Александра Токарева. Именно музыка как временное качество, а не пространственное, как вещь, которая выходит из плоскости, выходит из области наших конкретных знаний, которые нельзя прощупать конкретно. Все-таки это вещь наиболее ассоциативная. Не зря же именно музыка не писалась и не смогла все-таки уложиться в канон социалистического реализма. То есть признаки социалистического или какого-то другого реализма музыке так и не получилось определить. Она ускользнула. Вот в какой-то степени ускользает от определений, от четких цепочек ассоциативных Александра Токарева. Я вижу, если говорить так о генезисе и происхождении искусства Токарева, то, конечно, я вижу ее в такой вот театральности и музыкальности как бы этого. И вся метафоричность его, она проистекает, происходит, произрастает именно из этой среды. Поэтому, если даже он пишет работы, там, свои триптихи, полиптихи и так далее, и так далее, и отдельные вещи, никак не связанные, казалось бы, с театром, все равно некий игровой момент, вот такой вот театрализованный момент, он присутствует в нем. И присутствует сама метафоричность, как бы она порождена вот этой средой и этим миром, в котором, видимо, художник был сформирован и который ему близок. Я жил в очень разные смешные времена, да, начиная с дяди Сталина и вот до всех замечательных помн. Да, то есть много царей прошло перед моим, увы, не мыслимым взором, а реальным, да. И я никогда не был в восторге ни от кого. Наверное, не буду. Это невозможно, да. Значит, для того, чтобы отстраниться от этого, есть один путь, да, это путешествие в самого себя. Или, как я говорю, вот есть холст, который меня, как ширма, защищает от действительности. Да, это мои, на нем мои фантазии, страсти, сомнения, мучения, борения, все, что угодно. Но мы с ним собеседники, мы не насилуем друг друга. Но, если с холстом, листом бумаги, неважно, да, возникает диалог, это, наверное, и есть свобода. И независимость от внешнего мира и внешних обстоятельств. Субтитры создавал DimaTorzok Любовь у каждого человека начинается с любви к самому себе. То, что почему-то охаивалось раньше и считалось вообще унизительным эгоизмом. На самом деле, это, на мой взгляд, просто защита от окружающего мира. Если ты любишь себя, то ты любишь мир, который вокруг тебя, и мир в себе. Потому что ты видишь его в себе отраженным. Если художник не любит себя, то он вообще не художник. Если художник не любит, ну, я говорю о мужчине художнике, мне это понятие. Если он не любит женщин, он тоже не художник. Какого черта он живет на этом свете? Если он не любит красивые вещи, вкусную еду. Если он... Вот единственное, что я не могу понять, это любовь к родине. Потому что я не могу... Потому что я не могу...